МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Разрабатываем инновационные решения, в частности, специфика России и не только России, страны СФГ, самая популярная система 1С. Вот разрабатываем решение интеграции Астерийской 1С. И вот, вот, сказать, что на сегодняшний день то решение, разработанное нами, остается наиболее функциональное и наиболее инновационное, то есть работающий на санкт-постовом Адинайзе. Вообще, хочу начать, начнем с такой фразы. Вот однажды человек сказал, как будто в будущее глядел, что в 21 веке будут существовать два типа компаний, те, кто строят бизнес в интернете, ну и те, кто просто выйдет из бизнеса. На сегодняшний день можно это немножко перефразировать, потому что технологии на месте не стоят, и предложить такую фразу. Сегодня будут существовать два типа компаний. Те, кто делает технологичный клиент-ориентированный бизнес, может быть, с помощью возможностей интернета, современных коммуникаций, и те, кто вышел из бизнеса. Вот на последней вещи мы, в принципе, сейчас ее и разберем. А в Астерийске, я так понимаю, в принципе, продукт не новый, многие, наверное, его знают, может быть, пользовались, работают, то есть знакомы, я думаю. Поэтому мы представляем его в таком виде, и я думаю, досмотрев, дослушав до конца, мы поймем, в принципе, почему мы готовы были это показать. Вообще, раньше, когда все это только начиналось, лет 5-10 назад, то есть компании начали внедрять сети и телефонию, и, в принципе, перед ними стояли довольно-таки простые задачи. То есть снижение расходов на связь, улучшение показателей, то есть там полная аналитика была по звонкам, можно было понимать, где теряются звонки, какой процент недозвон и так далее. повысить контроль, то есть прослушать записи разговоров, как общаются менеджеры и так далее, и так далее. Ну и, естественно, там эффективность работы, то есть, допустим, наиболее клиентоориентированный сервис, когда поступает звонок в компанию, и если, допустим, телефон, ну, менеджера нет на месте, то звонок может выходить ему на мобильный, и таким образом звонок потеряется. Ну и плюс, естественно, объединение офисов в одном пространстве, то есть наиболее эффективная работа. Сегодня немножко уже другие задачи стали появляться, народ уже насытился этими, то есть, в принципе, все эти проблемы решили, и телефония также развивалась, так как и другие остальные продукты, и уже немножко другие задачи стоят, речь уже идет о более тесной интеграции и телефонии с различными продуктами, предложениями и всем остальным. Сегодня также, наверное, все знают, что Strisk может интегрироваться и со Skype, и можно его использовать на различных мобильных устройствах, в частности, берем себе софтфон, куда подключаем его к телефонии, и, в принципе, пользуемся. Также интеграция с 1С, с какими-то CRM-системами, ну и наиболее, ну такая интересная сейчас, просто мы, допустим, много запросов от клиентов получаем, и клиентов интересует действительно, вот как можно, вроде бы бесплатный продукт, который, по сути, доступен, можно его там загрузить, и наиболее эффективно внедрить, что, может быть, там средства не тратят, какие-то закупки и так далее. Вот, допустим, интересная вещь интеграции с Windows, когда мы можем его, ну, то есть, у Windows есть свой продукт, Microsoft, коммуникатор, мы можем, допустим, интегрировать его с ним, и не только, допустим, с другой архитектурой Windows, через Active Directory, и получим, грубо говоря, одно окно, то есть одно окно, единую какую-то систему, в которой, в принципе, можно пользоваться довольно-таки эффективно. Вот, перейдем сейчас к нашим инновациям, в принципе, то, чем мы занимаемся, и, в принципе, будет... Вот, примерно такого типа системы, которые можно скачать в интернете, они бесплатные, доступные, там различные интерфейсы, к ним могут быть написаны, то есть их много, но возникает ряд, допустим, причин, по которым интереснее пользоваться другими какими-то коммерческими решениями, а не используют бесплатные. Ну, во-первых, сам мастериск, к нему уже написано очень много различных программ, приложений, и, там, статистических программ, допустим, панели оператора, каких-то еще вещей, которые можно то есть подключить к нему и как бы создать единую систему. Но, скажем так, если все это использовать, то встает вопрос такой интересной вещи, как пользоваться ими, потому что, каждая система, своя авторизация, все эти системы могут использовать какие-то различные веб-сервера, кто-то может Apache использовать, какая-то система engines и так далее. Вот. Мы, в принципе, такие вещи решили очень просто, то есть, допустим, выпустили свой продукт, телефонную систему, по сути, которая имеет какие-то свои вещи, и какие-то вещи просто мы сюда включили из OpenSource решений, собрали единую авторизацию и просто можем, допустим, под одним логином и паролем заходить в раздел администратора, настраивать систему, допустим, руководителю туда заходить вообще не надо, ему интересуют, я думаю, статистикой ключевые показатели. Он просто заходит в отчеты и видит отчеты. Допустим, у супервизора может интересовать панель оператора, который показывает вообще состояние, что у нас там на линии происходит, как звонки распределяются. Вот, по сути, она попадает туда. Ну, а пользователь заходит в свой кабинет и где он может поменять переадресацию звонка, ну, и посмотреть свои звонки. Ну, так же, в принципе, и с Vax. Такая же была интеграция, все это этапировали в единую авторизацию и, по сути, сделали гораздо, упростили и довели, можно сказать, до нормального понимания, как это все должно быть. Также у нас есть решение, которое называется софтфон. Ну, вообще, я думаю, тут же, наверное, разработчики программного обеспечения присутствуют, там, сервер М-системы, другие системы. Вот. Ну, наверняка, допустим, когда вы общаетесь с клиентами, предлагаете им решение, многие спрашивают, да вот, интегрируется ли решение со стериском, то есть, потому что у многих уже он стоит, люди ставят его. Вот. По сути, с помощью софтфона можно объединить любое программное обеспечение, например, с CRM-системы, вместе с стериском. То есть, по сути, там пользователь требуется какие функции? Это прием звонков, допустим, берем в CRM, прием звонков в CRM, звонки кликом из CRM, ну, и может быть, там перевода вызова, то есть, открытие карточки, показ какой-то информации. Вот. По сути, софтфон позволяет, ну, он может строиться вообще в любую систему абсолютно, там, на любой платформе, там, на PHP, на PHP, неважно вообще, вебовая, не вебовая, там, вот. И, по сути, привязать любой остриск и, в принципе, какое-то решение на него можно создать. Вот подобный проект мы делали для госучреждения, у них, скажем так, была своя какая-то вебовая система, которую они пользовались. По сути, требовалось ее улучшить, ряд улучшений был сделан, ну, и связать с телефоней на базе остриска. То есть, вот, ребята хотели, чтобы у них телефония была на базе остриска, потому что, возможно, там, у них была коммерческая система, которую они не могли просто своими силами администрировать, и вот захотели взять остриск, там, чтобы дорабатывать, может быть, его со временем, своими силами и так далее. Вот требовалось решить такую задачу. В принципе, с помощью софтфона мы все это связали. Допустим, мы видим, что у нас, когда поступает звонок, видим всю информацию, можем вызовы перевозить, когда поступает второй звонок, видим. Второй звонок, ну, в принципе, это довольно, в принципе, это решение само по себе, оно уже довольно-таки давно существует, да, то есть, там, продукты холл-центра различного рода. Ну, факт в том, что вот на базе остриска все это можно связать с помощью софтфона, он может быть встроен вообще в любое программное обеспечение. Также очень интересная вещь это видеоконференция. По сути, тоже вещь актуальная и, допустим, объединить все это в единую систему также возможно с помощью остриска. То есть, допустим, у нас отдельная платформа, которая непосредственно отвечает за видеосвязь, мы сюда можем подключаться и участвовать, это как с помощью у нас стоит компьютер, да, с помощью софтфона мы там подключаемся и участвуем. Либо, допустим, ставим в видео IP телефон и с него непосредственно можем присоединяться и участвовать в этой конференции. То есть, по сути, также все это объединяется с остриском и получается более удобно, более эффективное решение. По сути, вот, допустим, какие-то госучреждения, они также, я думаю, уже какие-то проекты пытаются разработать, куда-то двигаться. Вот многие, в принципе, скажем так, какие-то такие вот вещи, ну, можно сказать, уже используют. Ну, и хотелось бы побольше остановиться на продукте панели телефония 11, то есть, по сути, 11 пользуется в многих компаниях. Вот. И непосредственно показать вообще, о чем была речь, да, то есть, что мы получили, что достигли. у нас есть видеоролик, который надо запустить. что-то же он уже увидит, да? Интригуевый. А звук будет? Нет. Панель телефонии 1С. Она перенесет все возможности телефонии прямо в вашу 1С. Смотрите, как панель телефонии заведет вас бизнес. Загружаем панель и подключаем ее к телефонии. При поступлении звонка система определит клиентский номер телефона и автоматически откроет карточку со всей информацией. При поступлении второго вызова мы его увидим и сможем его перевести на другого сотрудника. Текущий звонок можем поставить на удержание, перевести или завершить. Мы сможем не только принимать звонки, но и звонить по контрагентам прямо из панели, всего лишь кликнув по нему. Прослушать запись разговора, отправить факс и даже СМС. Панель телефонии это мотор для вашей 1С. Она повысит продажи и сделает работу более эффективной. Вот что говорят клиенты. Еще до поднятия трубки мы видим всю информацию о звонящем клиенте. Неоплачиваемые счета, результаты предыдущих переговоров, историю продаж. Это экономит время и повышает нашу эффективность. А клиенту приятно, что его узнают. Скорость исходящего вам звона выросла в разы. Менеджер лишь кликает по контрагенту, выбирает номер и совершает звонок. Это экономит до 30 секунд, позволяет обзванивать больше клиентов и держать базу в актуальном состоянии. Сократив среднее время звонка, мы принимаем больше вызовов с меньшим числом операторов. Мы можем сразу отправить СМС. Факси, взаимодействуя с клиентом по всем каналам связи. Панель телефонии это мотор для вашей 1С. Панель телефонии 1С. Она перенесет все возможности. Еще раз? На статус. Если остановиться на этом продукте, то непосредственно его можно использовать и дорабатывать под себя как удобно. Тут обычные 1С-ские обработки, обычный 1С-ский язык, который по сути просто можно встраивать и улучшать под себя. берем интернет-магазин и им надо запускать такой бизнес-процесс, как пришла заявка, чтобы автоматически менеджер пошел вызов на клиента, если менеджер свободен. Чтобы он сразу обрабатывал заказ. По сути это путем настройки 1С и это можно спокойно запустить, потому что все возможности они как бы конфигурирование уже зависит от того, как настроить 1С, грубо говоря. То есть подобные вещи можно встраивать в любое ПО подобного рода и связывать с телефоней на базе Стриска. Вообще, если есть вопросы, то в принципе мы с тобой можем ответить. Сейчас, секундочку, вам придется повторить вопрос в микрофон, потому что вот другие не слышат. Микрофонов два, он один в проходе, но это мой. Здравствуйте, спасибо за воспитание для вопросов. Меня интересует максимальная нагрузка, точнее, сколько одновременных входящих звонков может выдержать ваша система и когда нужно будет вставить вторую на пример сервера с Териском третий. Что в этом вопросе? Все зависит просто от самой системы, что требуется одни, она в принципе может сделать 100 тысяч операторов, которые принимают звонок, могут ли они одновременно в этой вашей системе в одну и ту же секунду общаться со 100 тысяч клиентом и в то же время как бы 20 тысяч например стоит в очереди. но наша система немножко другая рассчитана в принципе решение подобного рода мы можем реализовать это ценный клиент я сразу заметил 100 тысяч операторов есть в России вообще в целом 100 тысяч операторов я не знаю но вообще в принципе в различном уровне решения там довольно-таки много звонков а например просто все зависит от задачи те же интерфейсы я думаю в вашем случае вообще не нужны поэтому получается каждые 300 тысяч жителей России работал по операторам да прошу вопрос добрый день Карманский Павел город Герой здесь скажите пожалуйста если сервер стоит предположим в Одессе а оператор у меня находится Днепроветровский подключается к серверу удаленным столом и делает звонок такое возможно с помощью тонкого клиента ну в принципе возможно просто зависит от тонкого клиента то есть даже 1С работают люди и в тонком клиенте все зависит от самого тонкого клиента то есть там есть в принципе да микрофон есть звук да это от самого тонкого такие решения тоже уже да а вот тонкость клиента это важно и тонкость интерфейса тоже а как latency влияет на такого рода архитектуры ну например я в Одессе сервер мой там в Самаре а говорим мы с клиентом из Индии но все-таки скорость света как бы конечная и клиент в Индии он меня будет слышать через сколько миллисекунд в принципе задержек не будет ощущаться если с интернетом все нормально у него у вас и на сервере то в принципе проблемы задержек никаких не будет нет совсем никаких не может быть свет в Индию и обратно летит там несколько миллисекунд уже конечная допустим знаю что клиенты используют допустим да есть возможность поставить все это не на физические все на сервер удалено то есть клиенты давали и сервера которые находились и в Германии и в США я так понимаю проблем в принципе нет на этом особо ну с задержками проблем это дело прошлое ну просто если говорим о качестве то качество самого астеристка все это уже вопросов не вызывает нет это дело не в астеристке дело в том что не все архитектуры возможно реализовать операторы тут сервера там клиенты по экватору дальше тяжело бывает раньше были задержки помните во времена войпа в 90х задержки были да была такая проблема ну решили понятно да прошло здравствуйте меня зовут Виталий интересует вопрос вы устанавливаете вот эти все системы то есть это шаринг какой-то сервер или вы под каждого клиента устанавливаете это на его сервер первый вопрос второй вопрос вы предоставляете услуги телефоней то есть входящие номера или клиенты ваши уже сами занимаются закупкой звонков так сказать ну то есть если им нужно отправить смс позвонить они это приобретают у вас или вы советуете вы можете это приобрести у Билайн или НТС и так далее вообще мы с клиентами работаем под ключ то есть если мы не можем то мы знаем кто может и как правило никого не бросаем что мы говорим ну ребят сделай идите там дальше есть просто операторы партнера с которыми мы работаем это вопрос телефоней можно сказать решается вот а как ставить тут любое решение возможно можно в виде виртуального сервера который мы можем предоставить может в виде вашего виртуального сервера либо то есть любые варианты абсолютно то есть меня интересует что то есть вы работаете какой-то конкретный проект или у вас есть коробочная версия что вы можете ее предложить выберите ставки устанавливаете она будет работать или вы под каждую задачу отдельно есть коробочные версии то есть они в принципе в виде продуктов продаются и есть вот непосредственно команда разработчиков которая может выполнить проект то есть первое это интегрировать что-то может быть разработать доработать ну и все остальное и последний вопрос Сколько времени занимает старт проекта в среднем? То есть имеется тут настройку, наверное, да? Да, то есть вот, например, мы компания, 50 человек сотрудников, да, хотим интегрировать в 1С ваш продукт. Сколько по времени? Неделя, месяц, год? Ну, я так понимаю, астериска тоже нет, то есть ничего нет. Ничего. А, то есть вы можете конкретно, если уже есть астериска? Да, да, она универсальна. Я говорю, вот сам софтфон, который на базе панели 1С, он встраивается в любую систему, можно встроить, по сути. А на чем написан софтфон? Жаль, разработчика не захватил. Там какие-то сложные языки. На языке программирования. Кстати, универсальный. Так, прошу. Здравствуйте, меня зовут Олег, я из Дубри. Вопрос по поводу стабильности, как вы боретесь с тем, что… Ну, сервера падает, да? Все поищем знают. Как вы боретесь с тем, чтобы все было стабильно и ничего не падало? А второй вопрос по поводу передачи номера. То есть я видел у вас там, отображается номер, телефон и все такое. Если человек звонит на Astrix, вы его редиректите как-то, да, на другой номер, как вы указываете номер клиента? Входящий, да? Я интересую. Номер клиента определяет оператор, то есть по сути номер клиента передает оператору. То есть если, ну по сути все операторы, у них заложена возможность передачи номера. Просто он там высвечивается. А если, ну, есть возможность по Astrix, да, редиректить звонки? Да. А при этом можно передавать номер клиенту? Да, можно. Ну, то есть если просто мы берем тот факт, что звонок, номер приходит от оператора… Да, да, да. Номер приходит от оператора, но он приходит на конкретный телефон. Потом, когда вы редиректите этот уже телефон, то приходит номер телефона, который редиректит. Как вот с этим работать? Ага. Ага. Но это тоже все зависит от… То есть имеется в виду, допустим, вот мы позвонили в компанию, там трубку никто не взял, звонок переадресовал. Переадресовался. По сути там будет тот номер… Который переадресовал. Ваш номер. То есть, допустим, вы подключились к оператору связи. Вот ваш оператор будет переадресовывать, будет там тому, кому переадресовался, номер, который, не знаю, оператор предоставляет. То есть номер линий, который подключен, через который надо настроить переадресоваться. Ну да. Если у вас есть возможность там задавать свои номера, то можно их поставить, да? Как увидеть клиентский номер? Как увидеть клиентский номер? При редиректе через там несколько телефонов. Никак, наверное. Тут надо просто как-то смотреть, но я думаю, это такая задача… Можно я дополню ваш ответ? Там в СИП-протоколе, если вы через тот же астериск обратно пополиваете, все нормально передается. Color ID пробрасывается… Главное, чтобы вы не вышли за рамки этой сессии внутри одного астериска. То есть, пробрасить можно через астериск? Сколько угодно раз. Если вы порвали сессию внутри модели астериска, все, вы номер Color ID входящий потеряли. Но если в одной сессии, все, пробрасывается сколько раз раутинг не делали. Спасибо большое. Меня зовут Сергей, у меня есть… А, пардон. Работающая система астериск, есть работающий 1С, есть желание интегрировать панели в телефоне 1С. В принципе, даже пару месяцев назад обращался к вашим специалистам, но как бы застополились на этапе интеграции, в плане чего… Ну, пускать в 1С работающих кого-то, ну, вроде бы, как бы, может быть, и хороших тебя, но все-таки не знакомых. И пускать в работающий астериск тоже непонятно кого-то. Ну, как вот получить панель телефонии 1С в такой ситуации, где вас можно, так сказать, пригласить куда… Как выглядит процесс вот такой интеграции в работающей системе? То есть, по сути, она просто встраивается в 1С с нажатием, там, трех кликов мыши, и вы ее настраиваете на астериск и все. То есть, вы это можете сделать своими силами, без каких-то там интеграционных вещей. Ну, а насчет, там, уже надо лицензии, деньги у вас, там, какие-то… Ну, мы вам продаем продукт, вы его настраиваете на свой астериск. То есть, я так понимаю, если вы астериск поставили, то и… Как подключить панель, в принципе, там… Она легко настраивается, прописывается адрес сервера, логин, пароль, и все. То есть, это админ, который вам делан, и, конечно, без проблем сделаем. То есть, это не требуется… Ну, мы можем вам это сделать, скажем так, но это тут, вы говорите, есть какие-то другие подводные камни, все это можно обсудить. Идите еще раз, сейчас… Обращайся. Сейчас, секундочку. Будь добрый джентльмен, в черной губке. Добрый день, меня зовут Вадим, город Венец. Вопрос уже задавался, а вы его просто не ответили. То есть, у вас достаточно большая база клиентов, я так догадываюсь. Как вы решаете проблему доступности сервера? Возможно, есть какие-то классные решения, скорее всего, что-то еще. То есть, имеется в виду, большой поток клиентов, время простое должно быть минимально. Как это решается? Возможно, что-то другое его предложить. Ну, тут просто не только же это стриска. То есть, я так понимаю, стриска, к нему подключена телефония, да? Ну, это само собой. То есть, если потоки могут резервироваться от оператора, это решаем. Но само решение, сама архитектура, можно ее сделать такого рода, что она, можно сказать, безотказна. То есть, там, какие-то варианты виртуализации рассмотреть. Мы подобного рода делали решение. Все зависит просто от того, понять... Ну, нужно более подробно, что делать. Ну, допустим, стоит сервер, мы ставим туда систему. Создаем виртуальную инфраструктуру при падении сервера. Ну, то есть, стоит сервер, рядом стоит еще один сервер с такими же настройками. Они объединяются в одну инфраструктуру при отказе этого. Первый сервер, второй автоматически запускается. Там такие же настройки, и он, получается, как бы сразу все это дело берет на себя обслуживание. То есть, вот такие решения возможны. У вас есть это на продакшене? То есть, можно посмотреть, как правильно? Ну, это уже, можно сказать, решение. Тут просто надо понять непосредственно ваш бизнес-процесс и уже под вас непосредственно все это дело предложить. Но, я говорю, подобного рода решения, в принципе, они, ну, делаются, возможно, это сделать. То есть, там будет безотказность, можно сказать, вообще ее не будет. Тут просто, допустим, ну, понять просто нужно ваш процесс, можно просто более подробно пообщаться. Хорошо, спасибо. А, я просто, может, я дополню этот вопрос. Мне отсюда, наверное, в данный момент, ну, что, что, как бы, у вас готовый соасный продукт. То есть, он, есть какие-то сервера, на которых все уже стоит, все развернуто. А вот приходит еще один клиент, его просто интересует, вот как там внутри, вот в этом соасном именно сервисе, на его серверах, не коробку ему выдать, а вот как там внутри уже устроено. Может быть, вот, если бы вы приоткрыли, как бы, занавес чуть-чуть и показали, ну, как знаете, любят показывать соасные сервисы. Смотрите, у нас тут два двигателя, два руля, что там было еще, два крыла, все по два. Или, да, все расслабились прекрасно, всего по два, значит, все работает. Ну, насчет соасного сервиса, мы, в принципе, так себя пока еще не позиционировали в плане соас-оператора. То есть, есть определенные решения виртуальные от АТС. И, в принципе, каким образом она выглядит, в принципе, мы об этом клиенту говорим. Окей, понятно. То есть, какого такого прям мега-сасного, то есть, это, о чем говорил Сергей, там целая мега-инфраструктура, там, завязанная со всем остальным. Мы вот такую версию решения разрабатываем, просто пока, ну, вот в ближайшее время выйдет такое решение. Ну, правильно. То есть, вы готовитесь пока? Да, мы в процессе. Хорошо. Пока это работает на разрозненных серверах. Там немножко другая просто инфраструктура. Понятно. Окей. Да, Лидия. Еще раз. Здравствуйте. Меня зовут Игорь Расохин. Я специалист по построению колл-центров. Спасибо за презентацию. Два вопроса. Вопрос первый. В скольких колл-центрах уже применяются ваши решения в России? И размер самого большого из колл-центров, которые используют вам данные решения на Астрийске? И вопрос второй. Когда речь идет об исходящем взводе, экономии времени и денег, ну, хорошо, конечно, когда вручную оператор нажимает, ну, а какие-то настоящие, вы понимаете, применяете, методики автоматизации взвода, ну, предиктив дайлинг или хотя бы призный дайлинг? И также, позвольте себе ответить на ваш рост, который был перед этим. Для тех, кого интересовала задержка, на Астрийске, да, до сих пор есть задержка. Так же, как и давно, когда только начало развития технологий, задержка есть. То есть, в зависимости от географического распределения места обработки вызовов, место, откуда поступает вызов, задержка будет. Да, она, возможно, будет не столько ощутима, как когда-то она была ощутима, но задержка будет. Спасибо за ответы, за внимание. Ну, могу сказать, что мы особо не специалисты, ну, то есть, себя не бьем в грудь, говорят, что мы специалисты колл-центров. Просто, если брать продукт, допустим, панель телефонии, то, ну, 50 пользователей одновременных были такие решения, которые в ней работают, и как ее настраивать непосредственно под автоматизацию, это уже непосредственно надо дорабатывать одиннадцать. То есть, она позволяет сделать там... Программисты, которые... Ну, там не про панель речь была? Одиннадцать не позволит сделать такое, ну, форматизирование. Возможно. Возможно автоматизировать, просто все зависит от того, как надо настраивать. Если вы хотите дополнить вопрос, то микрофон, пожалуйста. Потому что такого у вас есть... Нет, не хотите дополнить. Хорошо, джентльмен в синей рубашке, а потом... Здравствуйте, меня зовут Вячеслав, город Одесса. Скажите, пожалуйста, ваше решение поддерживает только ваш софтфон, или у вас есть какая-то поддержка хардварных решений? То есть, хардфонов хотя бы... Ну, например, с поддержкой телефонной книги. Под хардфоном что, понимаете, аппарат железный или что? Ну, телефон. Специальный телефон для веб-телефонии. Он работает по C-протоколу. Он может, допустим, обрабатывать телефонную книгу, можно переключать линии. У вас есть поддержка таких телефонов, или вы поддерживаете только софтварные решения? Ну, не только софтварные. Вообще там любые эти телефоны поддерживают просто... А вот, допустим, все зависит еще от модели IP-телефона. Непосредственно, если... Допустим, с астриском... Ну, просто я не могу точно сказать, есть какие-то IP-телефоны, у которых там... Я так понимаю, чтобы в них там и адресная книга загружалась. То есть, есть такие телефоны, можно нажать на телефоне кнопочку... То есть, они работают с астриском, то есть, если они поддерживают астриск, то, по сути... Ну, то есть, вы специально такие телефоны не поддерживаете? Ну, мы непосредственно на это не специализируемся, да. Это все зависит уже от самого производителя телефона. Если он говорит, что он работает с астриском, значит, возможности такая есть. Спасибо. Благодарю. Добрый день, меня зовут Сергей. Скажите, пожалуйста, а там стоят дела с безопасностью соединения? Какого именно? Ну, клиент... Астриск. Можно зашифровать, есть возможность шифрования. То есть, там различные варианты, можно там через OpenVPN, может не так, там разные варианты. Ну, вот с момента шифрования, там же идет время задержки увеличения, в связи с этим, ну, как-то качество передачи падает. Как решить эти вопросы? Возможно, просто по более техническим вопросам, допустим, можно отдельно пообщаться, потому что я не технический специалист, я в этом как бы не очень сильно разбираюсь, есть просто отдельные, да, разработчики, ребята, которые этим, в принципе, хорошо, да, этим поднимают. Вопрос по лицензированию продукта. Как лицензируется программный продукт? На количество оппонентов, на количество рабочих мест, на компоненты и... Какой именно? Телефонная система или панель? Программный продукт, программные компоненты и Астриц. Ну, вот, программный продукт... Вы продаете комплекс. Ну, и комплексом, и... Отлично. Комплекс с серверами все хорошо, серверами купил, поставил, работает. Софт. Вот сама телефонная система на базе Астриц, она не лицензируется никак, в плане, там, лицензии на подключение мы не лицензируем. Ну, скажем так, сам Астриц просто лицензируется, вот. А панель телефонии, там лицензии на десять пользуются. То есть, по десяткам. Десять, двадцать, тридцать, пятьдесят. И так, идет бесконечно. Операторы? Пользуются. Пользуются те, кто работает в 1С. Да. Второй вопрос, если можно. Какие методы тестирования вы применяете при даче в эксплуатацию системы на отказоустойчивость, нагрузочную способность и качество разумных услуг, того же вольца? Ну, если, допустим, мы говорим о самой... о телефонном сервере, то тут все зависит от самих параметров. Мы знаем, допустим, по системе, сколько она может выдерживать какую нагрузку. Вот. И если параметр сервера позволяет ее выдержать, то, по сути, об этом... Ну, допустим, можно понять просто какие у вас задачи, какая нагрузка, заранее все это просчитать. Резервирование сервера возможно? Возможно. Невозможно, а нужно. Классное решение поддерживать? Можно и так. Спасибо большое. А, простите, вопрос. Трайл-версия. Есть ли у вас трайл-версия? Ну, в данный момент есть для 8.1 платформа. Вообще, мы для каждой 1С версии, кроме 7, в принципе, сейчас готовим там набор демо. Вот. Потому что у них все-таки специфично очень так все сделано. Там сейчас новая версия 1С, управляемое приложение. Вот, в принципе, то, что активно народ пользуется ими. Вот готовим, я думаю, к концу апреля, вот прям для каждой версии будет своя демо. Там резвый функционал, но, в принципе, может попробовать. А вот у меня есть вопрос. С ответом сразу? Да. Нет. Не знаю. Давай себе вопрос. Есть... Мне люди, у которых большая нагрузка на астериск, говорили, что начинает память течь во многих версиях. И, как бы, ну, что постоянно его там ночью выключают, включают заново. Ну, как бы, просто избавляются какими-то хаками от утечек памяти, которые накапливаются. Естественно, и сервер там к концу дня уминает. Вот, встречали ли вы такой эффект? Или вы с ним боретесь, как бы, внутри астериска, или так же просто перезагружаете сервера и все, тублируете? Ну, особо не встречали, а у них большие нагрузки. Ну, у них там, например, сто операторов, и они все там очень много говорят. Это, понимаю, им просто нужен сам факт того, чтобы говорить, да? То есть, там, ну, понимаете, там, как-то большие нагрузки делают. Это можно не только астериск использовать для таких вещей. Просто у нас есть, грубо говоря, коробочные решения, да? Там, они рассчитаны для определенного пользователя, там, для определенного объема. Просто эти решения можно на других платформах реализовывать. То есть, там, они разные. Не обязательно астериск. Я знаю несколько компаний, которые, типа, на астериске, по ряду причин, реализовывают, как бы, свои колл-центры немаленькие. И у них у всех есть какие-то стратегии, как бороться с, ну, с идиотизмом астериска в некоторых местах. То есть, они там перезагружают, они там ставят пять этих серверов одинаковых с астериском, там, разбрасывают, чтобы поменьше была нагрузка. Они все что-то делают, как-то митикируют какие-то шагновазости в астериске. Просто, вот, я пытался менять, у вас в продукте эти, как бы, стратегии встроены внутрь, или они просто отсутствуют? Это уже, скажем так, делается под проект. Вообще, возможно, делать всю штуку, вот, абсолютно. Просто, ну, под проект. Вот, грубо говоря, садятся другие ребята, технические специалисты и думают, как надо точно там лучше. Вы эту часть оставляете на интеграцию? Ну, образно, да. То есть, ну, под проект, скажем так. Просто коробка, она понятна. Хорошо, вопросов нет, давайте поблагодарим Антона. Спасибо. Спасибо.